всем привет сегодня будет так мало слайдов что мы все успеем вот если кто-то до этого был на моих докладах кстати кто был поднимите пожалуйста руки ну кто-то был это приятно надеюсь что мы с вами встречались в прошлом году здесь например на джейпойнте хотя может кто-то был на джейбрейке не знаю в целом этот доклад никак не пересекается с теми которые были кроме того что все будет выполняться на спарке я немножечко расскажу про рек про пререквизиты к этому докладу чтобы потом не было вопросов во первых это будет 95 процентов времени демо и мы будем смотреть код это первый момент код сами понимаете смотреть достаточно напряжен второй момент код будет на скала но мы как будто с вами перенесемся в дивный новый новый мир 10 12 16 джавы в которой есть уже вал ну то есть вот и все отличия сразу говорю что ничего скала специфичного кроме вал и вар я в общем то использовать не буду скалы используется для того чтобы подсократить вывод типов чтобы меня влезло в строку ну то есть это одна единственная самая важная причина третий момент тоже достаточно важный я ожидаю что вы скорее всего работали со спарком или с ходу вам с чем-нибудь из этих вещей я ожидаю что вот тот вопрос который я должен вам задать и на вас немножко обучиться вот поднимите руки те кто хоть чему-нибудь научил когда-нибудь машину вот есть такие люди отлично это здорово то есть я надеюсь что мы сегодня сможем поговорить им на каких-то тонкостях и сможем залезть уже дальше в спарк мл я сегодня буду говорить по большей части естественно авторой мл я не буду говорить про мл лип но я буду отмечать что в моей жизни изменилось после того как я на этот самый мл переехал поэтому в целом доклад называется именно тонкости я вижу тут достаточно скилованная публика поэтому каких-то интро и прочих вещей делать совершенно сегодня не собираюсь еще раз немножко представлюсь и расскажу как я вообще вот попал вот в эту точку что я вам сегодня рассказывает от доклад я достаточно давно занимаюсь спарком с версии 09 первая версия которая у меня была в общем-то в продакшене мл занимаюсь где-то с версии 12 когда там уже появились какие-то прототипы современных пайплайнов эстимейтеров когда в спарке появились первые предтечи дата фреймов они по-другому назывались я думаю вы все помните а сейчас я имею к мл непосредственное отношение недавно вот я получил лычку я стал контрибьютором правда не спарк мл а и гнает мл а такая тоже достаточно интересная штуковина и мне периодически приходится смотреть что не так в спарк мл чтобы сделать и гнает мл еще лучше вот надеюсь когда-нибудь я вам расскажу про и гнает мл когда он будет уже закончен и так сегодня доклад будет как я уже сказал с маленького количества слайдов и мы рассмотрим с вами я думаю дата сет на котором многие из вас уже учились это титаник дата сет я надеюсь что вы его уже даже пробовали что-нибудь с ним сделать спарке но конечно он очень маленький это безусловно однако я хочу взять его именно в качестве данных иск на которых я буду собственно раскручивать и показывать все остальные нюансы это достаточно знаменитый дата сет для тех кто не знает в чем там было дело я напоминаю что была достаточно крупная катастрофа в 912 году и дело особенность этой катастрофы была в том что люди которые там погибли они были достаточно известные в целом про людей было собрано достаточно много данных эти данные фигурировали в газетных вырезках полные списки пассажиров печатались везде то есть уже какую-то дату и даже какие-то прогнозы на тему того а вот человек из третьего класса погибнет мы и подобные спекуляции могли видеть даже фильме камерона и в прочих фильмах которые на эту тему поснимали достаточно часто визуализируется результат какой-нибудь модель в виде решающего дерева в целом я не пойду куда-то далеко сегодня рассказ мой будет даже не об алгоритмах если кто-то был на джеймбрейке я там вокруг одного дата сета крутил разные алгоритмы сегодня хочу говорить даже не об алгоритмах всем понятно как устроены decision 3s как они работают для чего там нам нужна энтропия нет это все не так важно я хочу поговорить о более важных вещах с которыми сталкивается джава ну или скала разработчики которые работают со спартом эта работа с фичами собственно получение фич выделение главных фич и так далее в итоге сегодня построил вот такой вот постепенно буду наращивать pipeline вот где-то к 15 примеру вы увидите полную такую выращенную штуку которая максимально похожа например на то что я использую в продакшен и так собственно все слайды кончились давайте мы с вами перейдем к демо я покажу дата сет мы немножечко по него про него поговорим давайте мы воспользуемся первым инструментом для анализа данных это конечно же у нас excel так разнесем все это по колонкам что-то не разнеслось ну ладно в первую очередь я хотел показать название фичей то есть это у нас например пассажирский класс спасибо а я понял сейчас секундочку меня видимо захватили экран злобные монстры сейчас я секундочку то только я скрыл презентацию как все исчезло сейчас мы сделаем дупликат и счастье нам улыбнется и никто не увидел как я неправильно разнес по колонкам это очень хорошо так чита у меня там она бокс не я не помню уже что то делать давайте обратим внимание на первую строчку чтобы она была хорошо видна это собственно название фич который уже как бы присутствует некотором дата сет я взял дата сет собственно скакла я недолго думал там была какая-то последняя третья версия дата сета где уже были почищены имена и прочие вещи на самом деле дата сет достаточно сырой в нем лежат данные большинстве пассажиров о которых удалось что-то достать но это отнюдь не все но будем считать что выборка достаточно репрезентативная там сохраняются пропорции но выживших чуть больше информации известно погибших чуть меньше в конце концов оказались очень плохо представлены но это по моему собственному исследованию достаточно безымянные пассажиры из стран восточной европы то есть доли их имен оказалось меньше чем количество проданных билетов но соответственно мало ли как они там этими билетами обменивались однако у меня есть достаточно много интересной информации кроме пассажирского класса и признака этой метки которая уже готова для моих decision 3 это survived то есть выжил пассажир или нет у меня есть имя и имя вообще штука интересная из имени можно достать много всего я сегодня буду использовать собственно некоторую гипотезу об именах и который упомяну позже там есть пол там есть возраст а там есть такая фича сибисп который мне очень нравится количество близких родственников на борту по моему и много-много еще чего я не все из этих колонок собираюсь сегодня использовать в более приятном виде это будет соответственно дальше в коде из-за того что я использую непосредственно spark он достаточно долго у меня тут будет все это компилироваться я буду сначала запускать пример а потом вам рассказывать что там происходит пока все это вещь будет подниматься с парк контекст будет подниматься и бежать у меня даже не ssd с собой вот но тем не менее все это работает под виндой и мы с вами для начала коротко разберемся с тем что будет происходить и так пока все это поехало сейчас я скрою кошка мы с вами представимся ситуацию когда я хочу выбрать ну какие-то самые давайте не будем подглядывать на результат я хочу выбрать самые какие-то простые фичи которые представлены в числовом виде с которыми достаточно легко работать для начала я получаю на вход сессию некоторым хитрым образом в принципе весь код будет доступен для тех кто со спарком не работал можно будет посмотреть как эти вещи делаются думаю для остальных очевидно соответственно дальше я зачитываю исходный дата сет с пассажирами в csv формате достает туда хидеры и дальше тоже с этим работаем первое что я хочу сделать это собственно из сырого дата фрейма который у меня имеется в спарке я хочу собрать фичи вектор в целом если вы работали в области data science на каких-то других языках например на пайтоне или эре там все немножечко проще то есть там зачастую сам дата фрейм уже является одна строчка дата фрейма является уже во многом фичи вектором в спарке немножко не так в спарке сразу хочу сказать что есть два набора типов один набор для всех один набор для дата сантестов словно говоря и вам нужно из этого набора для всех будь то rdd будь то дата фреймы получить специальные дата сантестские типы данных один из которых это собственно типичный вектор интерфейс вектор естественно имплементацию этого вектора может быть много в частности здесь у нас достаточно плотные данные у нас очень мало налов мало пропусков вектора достаточно короткие поэтому будут использоваться плотные вектора но ситуации когда вы например строите какую-то текстовую модель вас явно могут быть там в мешке слов куча нулей в этой ситуации спарк предлагает сразу же разреженные вектора хотя с ними тоже есть определенные приколы которых я потом чуть позже расскажу итак самую первую вещь сейчас давайте чтобы последним рядом было видно я открою вообще презентейшн мод и должно быть видно все мы начнем с самого первого шага посмотрим на объект вектор ассемблер я взял три фичи честно я даже не помню что такое парч вот я вот честно говорю для дата сантестов вообще не важно порой что на самом деле означают фичи особенно если мы вот только начинаем нашу работу это потом мы будем разбираться на первое на что я хочу обратить внимание это класс пассажирский все мы знаем что пассажиры третьего класса они очень сильно страдали из-за того что их не пускали злобные стюарды на верхние этажи собственно джек и роза как минимум популяризировали этот момент это правда однако надо понимать что в совокупности с другими вещами эта фича работает не так однозначно поэтому например предиктить только по классу это конечно дурная идея тем не менее мы создаем с вами объект вектор ассемблер которому мы на вход говорим за какими колонками в дата фрейме нам нужно следить и произвести одну новую колонку которая конечно не обязательно будет называться фичерс но это удобно если она будет называться фичерс то алгоритм в который вы это вложите он ее подхватит на лету в противном случае вам нужно отдельно будет переопределять а для алгоритма то есть типичный вопрос на стеку и флоу у меня ничего не получается не работает алгоритм на моем дата фрейме а ты сделал колонку фичерс не да то есть ну достаточно типичная вещь я думаю с ней тоже сталкивались окей мы ее сделали после этого я немножечко прореживаю наши данные чтобы не учиться на всем подряд если выбираю фичерс и собственно метку то есть у меня есть метка и у меня есть уже викторизованные признаки сразу после этого я сразу говорю первый шаг он будет очень простой я беру decision 3 классифая и сразу ему говорю дружище вот тут вот у нас лежат метки имея это ввиду а вот здесь у нас лежат фичи точнее вектор трехместный вектор из pc класс cbsp парч и так далее а это еще не все после этого я получив уже классификатор тренирую модель и вот здесь вот интересно то есть в идеале спарк нас подталкивает к тому в первых версиях это было не так что мы можем заменяя классификатор не менять остальной код то есть если у меня здесь на в это место придет какой-то другой классифар не знаю линейный перецептрон или что-нибудь другое то в целом я не буду менять остальной код и в этом плане спарке проделана достаточно большая работа то есть на данный момент в последней версии мэля можно говорить что ваш код не придется сильно править после этого я использую тренер тренирую модель и получаю некоторый результат некоторые сырые предсказания эти сырые предсказания я пока еще ни в коем виде не форматирую но хочу использовать некий оценщик опять же ничто не мешает вам сделать оценку своими руками спаркин пока не поддерживаются все на свете метрики бинарной классификации мульти классификации так далее вы можете просто взять вот полученные результаты и сами посчитать там мс е рм с е и прочие прочие вещи для соответствующих методов но например для такая стандартная вещь как юроси она имеется мы можем ее достать при помощи multi-class classification и более того вот далее вот этот кусок кода у меня в общем-то не будет меняться ни в одном примере мы основное наше внимание сосредоточим вот здесь вот на получении вектора фич мы будем он будет увеличиваться он будет расти он будет изменяться окей я в первом примере достаточно многословен перейдем выводу вывод не очень хорош что-то пошло не так достаточно типичная ошибка когда вы работаете с реальным датасетом а не с приглаженным который вам дали ну не знаю ваши дата сантесты для того чтобы натренировать пайплайн вам пишет спарк у нас что-то там нау что же там нау но дело в том что даже в титаник датасете в таком хорошем для кеглера там есть пропуски там например есть куча пассажиров про которых ну что-то совсем неизвестно не про билет и как вот здесь вот оказалось есть какие-то данным типа там возраста или еще чего-то про которые тоже ничего не известно я вам сейчас покажу какие я специально это сделал у меня есть первый пассажир которому я специально забил на лы в пол си бэспе и парч то есть на элли не мисс там эллис так далее наш ассемблер сломался надо что-то с этим делать обычно дата сантесты просто удаляют такие строки чтобы не париться мы тоже можем так сделать а можем сделать что-то более интересное давайте начнем с первой стратегии итак секундочку так и пока я запущу собственно пока это все дело работает мы рассмотрим такую стратегию а давайте действительно дропать просто те строчки в которых нам встречаются на лы если их не очень много вообще гипотезу об этом много их немного можно отдельно посчитать вы можете посмотреть в спарке тоже есть оценщики которые тут уже не приводил посчитать количество аналов по колонкам если оно невелико то можно этими строками пренебречь другое дело что аналы могут быть очень разрежено разбросаны и вы в итоге дропнете достаточно много строк но считаем что мы не можем на этих данных учиться они плохие вот в этой ситуации мы используем приходе в ходе трансформации вот такую вот интересную функцию которая опять же знакома всяким питанистам и эрщиком вот три которые которые среди вас я думаю тоже имеются это различные функции которые там в пакетике n-a или просто начинающийся на n-a дальше вы определяете некую стратегию например дроп дроп если встретиться на в каких-то колонках например в тех колонках которые мы собственно исследуем то есть писи классе besp и парч в этой ситуации пока я делаю проекцию по третьим по этим трем колонкам все пройдет хорошо давайте посмотрим на вывод и убедимся а ну потому что первый пример у меня собственно и продолжил запускаться посмотрим сколько он в реальном мире работает сразу хочу сказать то есть я забегу немножко вперед понятно что эта стратегия ведет в никуда в случае достаточно большого количества налов или в случае если у вас есть какие-то дефолтные значения которыми вы можете все это заменять ну к примеру вы считаете что если у человека не указан пол наверно по дефолту он мальчик если у него нет возраста наверно у него ноль а может быть 35 ну то есть на самом деле могут быть какие-то разные стратегии можете заменять минимумом можете заменять максимум к сожалению спарк не предоставляет все возможные стратегии на свете спарк предоставляет пару вещей которыми мы собственно в следующих примерах и воспользуемся ого у нас появилась первое решающее дерево за счет чего я сразу хочу показать не все тоже знают эту фишечку можно получить нашу модель привести ее собственно к типу исходному и распечатать через студий бак стринг и таким образом например для дерева можно в такой псевдо графики вывести ну дерево не скажу честно что я его могу глазами проинтерпретировать но если вы помните порядок фиши их номера то в принципе это может быть полезным у нас всего три фичи у нас получилась достаточно неплохая ошибка то есть мы ошибаемся пока в 30 процентах случаях особо внимательно достанет и молчите вот если вы заметили какой-то подвох подвох будет раскрыть немножко позже остальные пока верьте что здесь 30 процентная ошибка у нас появилось получилось дерево с пятью с глубины 5 и сорока девятью узлами ну 5 потому что таково дефолтное значение вот можно было сделать дерево и поглубже возможно она бы распознавала получше в итоге вот эта вот строчка первая из тренировочного множества была просто дропнуто это нас не может устраивать совершенно поэтому мы с вами перейдем к следующей стратегии собственно заполнению при помощи дефолтных значений сразу говорю весь остальной код не меняется я вам буду подсвечивать те тонкие места в которых код изменился итак у нас добавился такой шаг мы с вами определяем дефолтные значения например задали некую мапу в которой например для такой-то колонки у нас например для пассажирского класса пускай это будет человек из первого класса cbsp у нас количество родственников будет ноль а фича название и смысл который я позабыл парч она будет у нас тоже равна нулю я ее выбрал только потому что у нее была хорошая дисперсия вот я ее закинул сюда и честно не помню потом скажите мне в перерыве что это было далее после этого я вместо n-a drop вызываю функцию n-a fill то есть заполнить с дефолтными значениями это собственно все то есть в итоге в ходе следующей трансформации нашего вектора я думаю здесь стоит ввести если кому не знакомо понятие трансформера все у вас есть в конце любого спарковского процесса обучения есть непосредственно там модель есть непосредственно тренер а до этого есть трансформатор трансформатор и вашего исходного множества где вам нужно провести выборку фич очистку собрать вектора и так далее любое преобразование это в общем-то трансформер и вот здесь собирание вектора это тоже один из трансформеров поэтому мы все время что-то делаем внутри метода transform чтобы вас этот момент не смущал и того я снова забыл запустить пример заранее постараюсь дальше не забывать мы получим в итоге заполненные дефолтные значения вот например в той самой первой строке конечно они там еще где-то если встретиться заполнится но так вышло что именно эти три фичи они в общем-то были достаточно неплохо заполнены в отличие например от цены тикета которая была много где пропущена но мне эта фича не очень важна потому что цена тикета очень неплохо как вы понимаете ки коррелировано с пассажирским классом там конечно были отдельные подразделения но не настолько итак посмотрим на результат ну accuracy не должна была сильно измениться наверное вот здесь где-то что-то поменялось посмотрим на первую строчку мы пол недоопределяли а вот например возраст простите cbsp парч они у нас забились возраст мы еще тоже пока не используем а и писи класс тоже единичка таким образом я вот распечатал дата фрейм в самый последний момент перед тем как начать тренироваться я немножечко преобразовал исходные данные но пока совсем чуть-чуть давайте мы сделаем что-то более серьезно в конце концов а как вообще определить какие должны быть дефолтные значения ну в частности я упоминал давайте например это будет какое-нибудь среднее к примеру если мы хотим чтобы это было среднее то у спарка кое-что для вас есть в противном случае вы просто должны сами рассчитывать подобные значения для того чтобы посчитать среднем мы должны выполнить как бы дополнительный проход по датасету в случае достаточно большого датасета это будет достаточно кстати трудоемкий проход для этого вводится понятие такого объекта как импьютер опять же слово для дата санитистов достаточно знакомая функция в таком виде существует по моему всякий тлорн и так далее здесь у нас приехал в спарк похожий импьютер и он говорит следующее давайте мы сначала за один проход соберем некую статистику в частности вычислим средние по колонке а за второй проход трансформируем значение в этом датасете а то есть как бы немножечко обучимся а потом собственно заполним наши пропуски но для этого уже не получится просто вызвать какую-то там функцию на фил и так далее надо ввести понятие импьютера это дополнительная трансформация соответственно я определяю импьютер и чтобы не потерять наши исходные данные я просто генерирую новые колонки то есть рядом с названием колонки появится следующая колонка с названием там импьютер то есть то вычислены до заполненной данные частности можно использовать несколько стратегий но несколько стратегий но forum то громко сказано если посмотреть на дефолтные значения всего два это мин и медиан то есть не маккс не мин там нету но мне приходилось например своей практике расширять это все минимумом ну то есть просто подмешиваешься компьютеру здесь скала позволяет это делать достаточно просто и собственно использовать потом уже свой или свою стратегию это все несложно Так, далее, у нас произошел очередной… Да, я все время забываю. Пообещал вам, видите, и не запускаю заранее. Побежит ли… Что-то у меня Клава плохо реагирует. Так, секундочку… А, где-то у меня здесь есть, видимо… Я согласен. Ай-яй-яй-яй. Так, секундочку… Так, прилетел какой-то копипаст откуда-то из другого места… Так, я даже не понял, из какого. Это в каком-то другом исходнике уже случилось. Окей. Мы конкретно сейчас запускаем четвертый пример, в котором я использую, собственно, импьютеры. С импьютерами, однако, есть проблема. Импьютеры, они очень не любят… Даже когда импьютер применяется к определенным колонкам, они очень не любят, даже чтобы в соседних было что-то кроме чисел. Причем желательно, чтобы числа были даблами. То есть, Spark, он несовершенен. И в целом, Spark, он больше готовит себя именно к числовым данным. И, как минимум, вам приходится заниматься в Spark все время преобразованием исходной схемы датафрейма. Зачастую вам нужно, например, либо закастовать какие-то колонки. Например, мне здесь на этом этапе пришлось нести изменение в функцию, которая читала пассажирский датасет. И, собственно, принудить его не доставать ту схему из датасета. Он там все колонки как стринги интерпретирует, несмотря на то, что там даже местами числа и категории лежат. Мне пришлось принудительно, например, кастовать к даблу. Это тоже такая вещь, которая не сразу очевидна. Вам не говорит Spark преобразуй к даблу. Он просто говорит, что импьютер почему-то где-то отвалился. Это и в силу ленивой вычислимости, в силу многих еще вещей дебажить Spark достаточно накладно. Понятно, что прогнозирование не слишком поменялось в этой ситуации. Мы, опять же, заполнили всего один пропуск. Но я хотел бы показать, что получилось. У нас появились колонки Survived Imputed, PC Class Imputed и, например, CBSP Imputed. И вот он, например, заполнен неким средним среди среднего количества родственников на борту. Это уже наша цель. Мы, конечно, воспринимать, что у тебя 0,49 брата на борту – это как бы не очень. Но в случае какого-то прогнозирования, построения Decision 3, нам, в общем-то, все равно, и мы можем смириться с такими данными. Опять же, ваше решение – округлять эти вещи или не округлять. Окей, это следующий момент. Ну, это все достаточно интересно. Мы с вами будем продвигаться дальше. Давайте мы начнем использовать какие-то более интересные фичи. Например, мы используем с вами категориальные фичи. В частности, такую фичу, как пол. Но там все достаточно просто. Представим себе, что у нас есть какая-то колонка, отдаленно напоминающая ENAM в базе данных или ENAM в Java. То есть у нас есть несколько, например, записанных в виде строк значений. В частности, в случае пола – это male, female. Которые лежат в строчках. Мы знаем, что таких значений, например, всего два. Мы, конечно, можем сделать это руками. То есть мы можем пойти и сказать, что если написать свой преобразователь, если там написано вот так, то единичка. Если написано так, то нолик. Но, опять же, Spark предоставляет встроенные перекодировщики. И есть такой достаточно популярный стринг-индексер. Это не единственный перекодировщик, который имеется в Spark. Но, опять же, если кто-то из вас писал на ML Libby, почти всегда там такие вещи надо было делать руками. Вообще почти все по подготовке датасета. Что в Hadoop, что в Mahaute и так далее надо было делать руками. Здесь такого нет. Здесь мы почти как белые люди. В частности, у нас есть string-индексер. Мы берем, например, колонку sex и создаем новую колонку sex-indexed. Я намеренно не бью и не пишу в эту же колонку. Я пока наращиваю наш датасет в ширину. Можно не беспокоиться о памяти. Там всего 60 килобайт. Поэтому не так страшно. При этом я добавляю очень интересный хендлер. Опять же, думаю, многие из вас его не использовали. Который позволяет сказать, а что делать, если мы в этой колонке встретим null. Интерпретировать мне их, например, как double none. Или интерпретировать мне их как что-нибудь еще. Может быть, мне их надо игнорировать и так далее. Вот здесь чуть больше вариантов. Опять же, если вы зайдете, вы посмотрите, что там есть несколько стратегий по работе с вот такими встречными null-ами. Как эти null-ы конвертировать в даблы. Игнорировать, отбрасывать, возбуждать ошибку. Может быть, для вас это важно. Еще одна интересная особенность заключается в том, что мы не можем сразу натравить 20 string-индексеров на 20 категориальных фич. Мы должны последовательно по одной колонке трансформировать. И иногда это достаточно затратно. И мы должны решать, на какую. Во-первых, это означает создание все время новых копий датафреймов. Готовы ли вы ради вот этих 20 категориальных фич создать 20 новых датафреймов? Ждать, пока там garbage collector это все почистит? Или вы сами сделаете этому всего on persist, если вы это, например, persistили? Это все достаточно серьезный вызов в случае большого датасета. Например, я очень не люблю дополнительные трансформаторы. То есть надо все время что-то делать, усекать, во-первых, схему. Все время нужно дополнительно анперсистать те данные, которые вы закешировали в Spark и так далее. Это все достаточно дорого. Вот у меня здесь есть два подряд индексера. Один преобразует пол, другой преобразует такую фичу, как embarked. У нее есть всего три значения, соответственно строковых значений, которые преобразуются в числа. Причем как работает string indexer? Например, в случае пола у нас должны появиться нолики и единички. Но что будет ноликом, а что будет единичкой? Самый популярный вариант, если это, например, мужчины, будет забит ноликом. Второй по популярности встречная категория будет забита единичками. Третьей по популярности категории, если она бы появилась, она была бы забита двоечками и так далее. То есть индексер делает это, скажем так, с умом. У него есть предположение, что если какая-то фича будет нулем, особенно в случае каких-то вычислений, нормализации, может быть это вам поможет больше. Честно, помогает не всегда. Вообще вот эта вот идея сведения категорий к последовательно возрастающим числам, особенно категории сотни, от нуля до ста вот эта перенумеровка не очень удачная. Иногда хочется сдвинуть самую популярную и поставить в ноль, а убывание популярности, естественно, разбросать по краям, чтобы это хоть отдаленно напоминало какой-то гауссов колокольчик. Вот в этой ситуации этот сдвиг мне совсем не нравится. Но, тем не менее, для перекодировки и такое сойдет. Это уже следующие этапы. Дальше происходит все то же самое, за исключением того, что мне нужно еще дропнуть несколько колонок по пути. И мы запомним этот твит. То есть, дальше, когда я буду строить пайплайн настоящий, мне тоже понадобится дропать эти колонки. Дропнуть колонки нужно, чтобы импьютер дальше работал без проблем. Мы же подхватили строковые фичи. Если не дропнуть строковые колонки, импьютер споткнется. Ему нужны числа во всех колонках, даже если он их не анализирует. Ну, вот такой плохой импьютер. Я пытался заслать тоже полреквест на исправление этой вещи, но он провисел достаточно долго и никто его не принял. То есть, меня эта вещь очень сильно раздражала. Далее. Соответственно, дальше все то же самое происходит. У нас должно было уже все доработать. Давайте посмотрим на итоговое accuracy. Одно значительно подросло. То есть, мы добавили всего две категориальных фичи. Я думаю, пол здесь достаточно сильно помог. Например, совокупность пола и класса. Понятно, они дают нам достаточно серьезные подвижки в прогнозировании того, выжил пассажир на Титанике или нет. То есть, у меня количество ошибок сократилось до менее чем 20%. Дерево увеличило количество нот, но глубина у него осталась точно такая же. У нас появились фичи с номером 3, 4. Вдумываться в это дерево, опять же, не имеет смысла, но достаточно просто скопировать это дерево, которое представляет собой практически готовый код, и его можно деплоить прямо вот отсюда, скопировав из консоли. Вам даже не нужны особые форматы импорта моделей, с которыми в Spark все не очень хорошо. То есть, например, те же деревья в PMML достаточно сложно запихнуть. Соответственно, мне нравятся деревья, потому что их очень легко развертывать на продакшене. Достаточно просто скопипастить. Но в этой ситуации это, в общем-то, выглядит как готовый скалокод, за исключением того, что надо чуть-чуть почистить. Итак, давайте мы с вами пойдем немножечко дальше. И попробуем исходный код отрефакторить к пайплайну. То есть, я сейчас хочу провести определенный рефакторинг с сохранением accuracy. Давайте мы на фоне запустим пока все. Запустим шестой пример. А я пока покажу, что я планирую сделать. Идея пайплайнов в Spark заключается в том, что, по сути, мы выполняем много трансформаций. То есть, вытягивается такая длинная цепочка. А иногда это не всегда одна направленная какая-то линия. Это может быть какой-то граф. Бывает вычисление. Но даже в случае одной какой-то линии, даже здесь у меня сейчас уже есть несколько трансформаций. Четыре или пять. В общем-то, это некоторые стадии машинного обучения, которые первый раз применяются к тренировочному множеству, а второй раз они применяются, собственно, к тестовому множеству, на котором мы предиктим. И хотелось бы иметь какую-то общую сущность, управлять этим как общей сущностью, если нужно, сериализовывать ее куда-то, пересылать. Собственно, так были введены пайплайны. Есть много где подобные конвейеры, но в Spark их не было, у джавистов не было таких возможностей делать распределенные пайплайны. Соответственно, пайплайн – это некий объект, который на вход принимает просто набор стадий, а эти самые стадии есть те объекты, которые я насоздавал. То есть индексеры, импьютеры, ассемблер и прочие-прочие вещи. Отличие в том, что мы даже немножко сокращаем код. То есть я перестаю все время делать трансформ из этой стадии в эту стадию. То есть я убираю вызовы трансформа. Я убираю разные промежуточные вызовы и создание локальных переменных. В итоге я задаю объект пайплайн и устанавливаю в него набор стадий, куда просто передаю ссылки на объекты в том порядке, в котором они должны быть. Смотрим. А объекты-то нам знакомые. То есть секс-индексер, эмбаркет-индексер. И тут есть вот такой вот интересный дроп секс-трансформер, кастомный трансформер, который я добавил специально, чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда у вас, например, нужно как-то вмешаться в пайплайн. Раньше у вас были просто, например, окончание какой-то трансформации, на выходе какой-то дата-фрейм, и вы с ним делаете что хотите. А в пайплайн как-то сложно влезть. Где-то нужно что-то распечатать, где-то нужно сделать тейк каких-то первых строк, где-то нужно преобразовать схему. Собственно, есть много вариантов, как это сделать. Есть хаки через рефлексию. Но, собственно, зачем, если есть идеология трансформеров? Собственно, для того, чтобы дропнуть две колонки, чтобы они потом не мешали импьютеру. То есть перед импьютером это все происходит. Вы видите, дальше идет импьютер, ассемблер и трейнер. Я, собственно, сделал свой трансформер. Делается это очень просто. Вы просто наследуетесь от класса трансформер и приопределяете методы. Что будет делать мой трансформер? Он на вход принимает некий датасет, а возвращает датафрейм. Да, это достаточно весело. Ну, что делать? Сигнатуры у Spark идут вперед, а сам Spark не очень поспевает. Если кто-то заглядывал в кишочки ML-либо, то, наверное, видели там очень много сбросов датафреймов в RDD. Алгоритм, к сожалению, пока не удосужились местами переписать. Что я делаю? Я просто дропаю две колонки, вывожу надпись о том, что мы вообще-то отработали, распечатываю датасет, показываю, что в схеме действительно нет этих двух колонок. В общем, упражняюсь, как хочу. Кроме этого, я ничего не делаю в методах копий, трансформ-схема и переопределении переменной UID. Но если у вас действительно настоящие, важные преобразования схемы, вы делаете какой-то join или прочие вещи, вы полезете сюда, переопределять все это в трансформере. Заодно покажу еще один трансформер, который позволяет мне, собственно, просто распечатать. Я на вход принимаю датасет, внутри я его показываю, и все. Я могу вставить вот этот дополнительный трансформер принтер в том месте, где мне это нужно. Вот так я написал два кастомных трансформера и полюбил атомную бомбу. Итак, давайте мы вернемся к нашему датасету. Мы увидим, что accuracy не изменилось, то есть у нас 20% ошибок, в общем-то. Но это не всем accuracy, но что-то минус accuracy. Мы видим, что у нас отработал наш dropsex, мы видим, что у нас сдропнулись колонки, мы видим, что здесь еще не применена стратегия заполнения этих колонок, то есть импьютер еще не пришел. Мы видим, что в новой схеме нету, собственно, исходных колонок, которые я дропал. То есть там где-то раньше я схему распечатывал, они есть, а здесь их нет. То есть, в принципе, рефакторинг к пайплайну прошел безболезненно. Если вы до сих пор не используете пайплайны в Spark, то вопрос, почему, если вы при этом уже сидите на новом ML-пэкедже. Даже если вы сидите на ML-лип-пэкедже, то можно попробовать, хотя это и достаточно неприятно. Так, давайте мы с вами перейдем к следующему примеру. И в следующем примере, собственно, я подумал, а что это у меня еще валяются колонки, которые я не охватил, и добавил, например, такую колонку, как возраст. А возраст тоже интересная фича, я ее держал до последнего, хотел не использовать. И, например, стоимость билета. Вдруг она нам как-то поможет, поможет улучшить прогноз. При этом, давайте я сразу запущу все это в фоне и расскажу, что я делал с новыми фичами. Я, собственно, хочу увеличить как можно больше количество числовых фич. Пока примитивным образом. Смотрите, я ничего особо с ними не делаю. Я их не нормализую, не эскалирую. Ничего пока не делаю. Пока просто подсасываю с датасета новые колонки. Это неплохая стратегия. Так можно делать, не меняя алгоритм. Вы просто даже не производите новые фичи. Вы просто тянете все те данные, которые вам еще доступны. Итого, смотрите, как все быстро отработало. Мне удалось получить выигрыш еще на пару процентов. Собственно, так и происходит в реальной жизни. Я думаю, вы тоже с этим сталкивались. Сначала вы делаете что-то простое, получаете выигрыш на 20%. Потом каждый следующий шаг дается все сложнее, а точность возрастает все меньше, меньше, меньше. Потом вы думаете, мне уже хватит этого, чтобы отдать начальству или еще надо постараться. Здесь тоже все примерно то же самое. Итак, собственно, я почти ничего не поменял. Добавляя новые колонки, я просто добавляю что-то в импьютер, название колонок, добавляю что-то в ассемблер. Весь остальной код не меняется. Пайплан не меняется. То есть добавление новых фич происходит дешево. Вот что я хотел прорестировать этим примером. Итак, перейдем к следующему примеру, который, собственно, касается уже применения излюбленных, я думаю, вами технологий скалирования и нормализации. Собственно, если вы работали, например, с датасетом, например, с линейной регрессией, если кому-то приходилось предсказывать на каком-то, не знаю, цену домов в зависимости от каких-то параметров и так далее. Я думаю, вы замечали, что есть колонки, у которых разброс весьма себе не лежащий в диапазоне 0,1. Там лежат какие-то большие числа. Они оказывают очень большое влияние на регрессор. И с этим нужно как-то жить. Собственно, до какого-то периода нормальных скейлеров и нормалайзеров опять же не было в Spark ML. Я, блин, удивляюсь, там были только алгоритмы. Там все остальное надо было делать руками. Например, в 2015 году я все делал руками. С тех пор я и полюбил все эти методы. Потому что ты, как минимум, несколько раз их пишешь сам. Например, в Python это делать не нужно. Иногда это делалось неоптимально. Приходилось делать какие-то страшные преобразования тогда еще и RDD. В этом плане сейчас это можно сделать очень дешево на Spark. Соответственно, теперь это просто еще дополнительные стадии. Я, например, люблю такой скейлер, как min-max скейлер, который выясняет минимальную и максимальную границу того диапазона, который у нас лежит в какой-то колонке. Соответственно, все это сдвигает между нулем и единицей. И пропорционально, как они лежали между минимальным и максимальным, так же это в этом диапазоне раскладывает. Есть много техник. В Spark поддерживается несколько вариантов скейлера. Вы легко можете написать свой по образцу. Вам нужен какой-то другой скейлер, который, например, не к нулю все сдвигает, а по обе стороны от нуля раскладывает. Есть и в Spark настройка, например, у того же min-max скейлера, но ее не все знают. Там можно сказать, игнорируй этот сдвиг к нулю. Но проще написать самому иногда. Вот в этой ситуации скейлер писать самому очень просто. Вы нашли где-нибудь в чьей-то статье крутой скейлер, написали сами. То же самое касается нормализации, то есть приведения к какой-то норме L1, L2 и так далее. Опять же, это есть вещь в Spark. В частности, я буду использовать L1 норму после скалирования. Это выглядит немножко глупо, но, знаете, я решил палить из пушки по воробьям. То есть я сначала скалируюсь, потом еще нормализую и думаю, вдруг мне это очень сильно улучшит результат. Скорее всего, я не запустился, и поэтому мы прямо сейчас не увидим, как это улучшит результат. На самом деле эти техники хорошо помогают, когда у вас действительно модели другого типа. То есть в случае алгоритма другого типа, в случае decision trees зачастую скалирование, нормализация, они не очень сильно помогают, потому что сам алгоритм построен по-другому. Он по-другому анализирует фичи, по-другому бьет пространство. Например, в случае, если бы я использовал линейную регрессию, я думаю, выигрыш был бы более существенным. Самые внимательные из вас обратили внимание, что вот здесь циферки поменялись. То есть вот здесь вот было 0.17, там что-то там, 9 по-моему или 8, а сейчас стало 0.17.34. То есть в общем-то стоило того нормализации скалирования, если бы вы писали на питоне. Если вы пишите на спарке, то скалирование, нормализация вам дались очень тяжело. Это было две дополнительных тяжелых трансформации. В случае большого датасета это два дополнительных. Создание датафреймов, создание новых колонок, фичер векторов. То есть они еще и раздуваются в ширину. И это очень дорогие операции. В этом плане, когда, например, ты пишешь что-то на спарке, тебе приходит дата санис, ты дает свой пайплайн на R, нельзя перекладывать все один к одному. Даже если в спарке есть такие операторы. Вы должны понимать, что это стоит. А что это стоит, вы должны уже понимать при помощи стандартных спарковских средств. Например, SparkUI в помощь хотя бы, или какой-то хотя бы анализ, как грузятся ваши экзекьюторы и прочие вещи. Соответственно, честно, мне не нравится ни нормализация, ни скалирование в этом примере, поэтому дальше их не будет. Но я хотел вам показать, что они в целом существуют. И двигаемся с вами дальше. Сейчас посмотрю, потерялся у меня примерчик. Почему-то не ищется. Видимо, там какая-то русская буква была. Далее не менее интересная вещь. Давайте мы пока запустимся. Это будет, к примеру, достаточно долго работать. Ситуация, когда нам нужны новые фичи. Ну, предположим, вы посмотрели, все числовые колонки достали уже из датасета и такие как бы, ну, а что еще, какие еще чиселки можно напроизводить. Опять же, есть достаточно известная техника, например, построить какие-нибудь попарные произведения уже имеющихся колонок. Возвести в квадрат, возвести, не знаю, в степень n. В случае, если у вас существуют какие-то нелинейные зависимости, может, вы на них наткнетесь. Тогда можно попытаться даже скрестить опять же с какой-то линейной регрессией, но линейная регрессия, ищущая вдоль нелинейных фич, это, ну, та еще интерпретация, скажем так. Хотя иногда это работает. В случае решающих деревьев все намного проще. То есть они не слишком парятся на тему того, у вас вы в квадрат возвели какую-то фичу. Возвели, возвели. Главное, тот итоговый результат, который Decision3 принимает на вход. Они такие всеядные достаточно. И в этом плане я беру такой вот интересный встроенный объект, как polynomial expansion, который берет просто какой-то вектор и начинает как безумный делать попарные произведения всех колонок, которые там есть. Ну, саму на себя умножать и на всех его друзей. Саму на себя и на всех его друзей. В итоге у меня там было штук шесть фич. Ну, понимаете, посчитайте сами комбинаторно, сколько фич в итоге получится в развернутом векторе. Мы сейчас все это счастье увидим. Пока я это воткнул перед min-max скалированием и нормалайзером, и тут самое смешное, что после polynomial expansion, то есть добавления новых фич, все стало еще хуже работать. То есть скалирование и нормализация, они просто потерялись во всем этом. Особенно, когда что-то возросло до квадрата. Там были достаточно большие числа и так далее. Так, давайте с вами посмотрим на результат. А, нет. Ну, чуть-чуть стало лучше. Чуть-чуть. Мы продвинулись. 0.17.18 вместо 0.17.34. Вы такие уже, наверное, сидите и думаете, блин, ну, может пора уже остановиться. Нет, еще не пора. Я вам покажу еще magic, который будет работать достаточно быстро. Еще не все потеряно. Так, это по поводу добавления новых фичей. А, надо было с большой буковки. И почему он перестал? Ладно. Почему-то поиск. Как-то их, видимо, с Кириллицей обозвал. Поэтому не будем сильно переживать. Почему-то не ищет. Давайте сделаем следующую вещь. Мы с вами сделали при помощи polynomial expansion много новых фич. Фич стало много. И в случае большого датасета с этими большими фичами придется делать еще много каких-то вычислений. То есть, polynomial expansion он достаточно рано делает. Мы только на продюсселе фичи, а еще там, например, их не скалировали, не делали какую-то подвыборку, не преобразовали как дополнительные, не делали линейные комбинации и так далее. Соответственно, давайте мы сделаем такую вот интересную вещь, как выбор. Выбор в каком-то смысле достаточно важных фич. И здесь нам на помощь приходят некоторые интересные методы машинного обучения и даже статистического анализа в каком-то смысле. Я думаю, вы узнали по этой аббревиатуре метод главных компонент. Мне нравится, чтобы метод был такой советское название – метод главных анализ, главных компонентов, еще что-нибудь такое, метод опорных векторов. Чувствуется, что люди этим занимались еще в семидесятые. Соответственно, идея в чем? У нас есть, например, 100 фич. Эти фичи как-то в этом стомерном пространстве себя ведут. То есть, какие-то сильно растянутые, разбросанные, вариативные, какие-то практически не разбрасываются. Идея PCA метода в том, чтобы найти такие фичи. Сначала найти, например, одну фичу, которая максимально вариативно, во-первых, несмотря на то, что мы на нее по другим углом, например, посмотрели, максимально вариативно отображает изменчивость наших данных. То есть, она максимально, например, в каком-то смысле может повлиять на результат. Это, конечно, гипотеза. Мы не проводим какой-то всесторонний анализ, как фича повлияет на prediction. Но то, как она представлена в этом нмерном пространстве, в этом своем измерении растянуто, возможно, дает нам ключ к тому, что эта фича очень важна. Не всегда выбор самых главных компонент – это прямо ключ к победе. Но в большинстве случаев да. Я попробую проиллюстрировать еще тут картиночкой. У меня нет презентации, но есть картиночки. Соответственно, предположим, в двумерном пространстве это выглядит примерно следующим образом. У вас есть некоторое множество, которое вытянуто вот так вдоль главной диагонали. И по ICX, и по ICY вариативность вроде бы одинаковая. Но на самом-то деле, если сделать определенный поворот, поворот нашей, так сказать, исходной матрицы фич, если на нее вот так вот смотреть, то есть все вектора вот сложить и определенным образом повернуть, мы поймем, что на самом деле вот это направление отражает наибольшую изменчивость. И это и есть какая-то скрытая главная компонента. То есть надо понимать, что это не просто выбор фич, это еще зачастую изменение координат, некий поворот, некое преобразование матрицы. Мы, по сути, с вами к исходному набору фичей хотим применить некое преобразование. Это преобразование запомнить, чтобы потом уже к новым данным, которые будут поступать на входе, это преобразование продолжать применять. Соответственно, в Spark есть несколько методов, которые так или иначе позволяют делать фичи selection. Но я предпочитаю, например, PCA, потому что я более-менее понимаю, как он работает. Вот остальные варианты мне не очень нравятся. Там какая-то намного более сложная статистическая модель. Итак, посмотрим, запускал ли я пример. Так, нет. Возможно, он будет продолжать достаточно долго работать. Я хотел бы поговорить о таком показателе, как параметр, собственно, а сколько главных компонент нам нужно выбирать. Это очень чертовски хороший вопрос. Понятно, что чем больше, например, из 100, если мы хотим выбрать 99 главных компонент, это достаточно тяжелая задача. Он же не будет искать самую неглавную компоненту. Он же будет итеративно. Сначала он идет первую главную, потом вторую, потом третью и так далее до 99. В этом плане, конечно, он держать себя в руках. Вы должны иметь какой-то баланс между тем, насколько вы хотите сократить вашу размерность. Например, у вас там был, не знаю, 200 гиговый датасет в памяти, вы хотите сделать 10 гиговый. Вот столько раз примерно нужно сокращать фичи. А второй момент, нужно, конечно, за этим параметром следить. Его надо как-то варьировать. И про это мы чуть позже в конце поговорим, как варьировать на спарке параметры. Но вы можете этот эксперимент сделать руками. Запустить цикл for, в нем просто менять вот это вот k, количество главных компонентов, и потом просто смотреть на accuracy, к примеру. И там, где accuracy у вас, построить какой-нибудь график, где он переломится, где-то он там упрется. Ну вот считать, что это оптимальное количество главных компонентов. Если при этом вас устраивает, то какого размера будут данные. Если нет, надо сдвигаться, естественно, в меньшую сторону. Я выбрал 15. Не просто так. Например, я экспериментировал с параметром для этого датасета 5, 10, 25 для polynomial expansion, и 15 оказался достаточно неплохим. Давайте посмотрим на результат. На самом деле мы чуть-чуть продвинулись после всего этого. На самом деле, если вы выберете, например, это очень хороший результат. PCA обычно не улучшает результат. Даже странно, что у нас что-то улучшилось. Просто decision trees, видимо, как-то смогла из правильных фичей, из главных компонентов лучше построить дерево. На самом деле при использовании PCA обычно все ухудшается. Вопрос в том, чтобы вы при уменьшении количества фич, на которых вы все прогнозируете, не сильно просели. Вопрос именно в этом. На самом деле это вот супер удача. И самые внимательные дата-сайентисты заметили, почему мы пришли к этой удаче. Ну и последняя магия, которую я обещал, это будет ключ к разгадке, почему у нас все улучшается, улучшается прогноз. Я подумал и решил использовать KNN. Тут возникает такой вопрос. Я очень люблю KNN. Я в своей жизни пять или шесть раз имплементировал KNN. Обычный KNN. KNN на квад-деревьях, KNN на б-деревьях, KNN поверх индексов SQL. Короче, я очень люблю это делать. А KNN в Spark нет. Ну нет. Ну такой вот метод. Я догадываюсь, почему его нет. Он, во-первых, обычно не ложится в стандартную парадигму Model Trainer, потому что вы тренируетесь на всех своих ближайших соседей или надо это как-то ограничивать. Но при этом на таком замечательном сайте, как Spark Packages, KNN был. Если вы еще с ним не знакомы, я всем советую найти такую вещь, как Spark Packages. Во-первых, нужно сделать определенное шаманство, которое у меня тут есть в SBT-плагинах и прочих вещах, чтобы подключить, во-первых, правильный импорт модулей оттуда. Но там была хорошая интерпретация KNN, построенная, в общем-то, на квад-дереве с кучей параметров. Я, наверное, лучше бы не реализовал, поэтому я просто взял ее. До этого у меня был, собственно, свой KNN для RDD. И этот KNN совместим со Spark 2.2. То есть я всем советую его использовать. В принципе, товарищ активно его использует. KNN очень хороший алгоритм, он недооценен. И в случае, например, ситуации, когда вы сделали, например, какой-то сэмпл и, например, на нем хотите поучиться, он нужен даже в Spark, даже в случае Big Data. Вы просто не учитесь на всех данных, учитесь на каком-то подмножестве, но при помощи KNN. В случае построения индекса поверх данных, вы не будете каждый раз пробегаться по всем точкам, чтобы найти ближайших соседей. То есть индекс будет вам помогать это все улучшать. В этом плане такой вот момент. Давайте мы пока запустим, а я еще немножко про KNN порассказываю. Собственно, в чем идея была? Я почему так обрадовался? Человек, который сделал KNN классифайер, он зашел, посмотрел, как пишется правильно классифайеры, чтобы они сопрягались с трансформерами. Все, что мне надо было сделать, это импортировать зависимость и просто вставить KNN классифайер вместо Decision 3 классифайера. То есть вот так надо писать алгоритмы. Вот так нужно делать это на Spark. В этом плане можете обратить внимание как на образец. Если вам какого-то своего алгоритма не хватает, человек, который писал KNN классифайер, сделает это даже чуть проще и приятнее, чем это делают стандартные люди, которые пишут методы в ML. Там достаточно много любят всяких Scala 3 преобразований и прочих вещей. Здесь код читается очень хорошо. Давайте посмотрим на результат. Та-дам! Accuracy 90. Ошибка 10%. Это тут еще вопрос, сколько ближайших соседей я взял. Я взял одного ближайшего соседа, но не по всем фичам. Если бы я не делал PCA и polynomial expansion, а просто взял бы исходный датасет, по нему бы сделал KNN на этом примере, у меня бы получилось стопроцентное предсказание. В чем дело? Кто знает? Вот в чем моя пока проблема основная моего машинного обучения здесь? Подсчет accuracy. Кто-нибудь догадывается, почему я уже к стопроцентной предсказуемости пришел? Ну, data scientist, помогите мне. Погромче. Данные те же самые. Конечно, я тренируюсь и проверяю на тех же самых данных. Это такой очень клевый хин, чтобы мне построить первую часть презентации. Конечно, некоторые возрастания accuracy в результате некоторых действий, они были подозрительными. Особенно KNN, который в случае ближайшего соседа ищет самого себя в датасете. Я получил замечательную переобученную модель. Даже decision trees неплохо так переобучился. Давайте мы этот момент запомним. Я вскоре покажу, как надо сплитовать. Но до этого я хочу достать еще несколько фичей, которые нас еще могут ближе подвести к переобученной модельке. Итак, я хочу достать фичи, которые лежат в именах. Это самый, по-моему, интересный момент доклада, как работать с текстом. С текстом всегда сложно работать. Что касается имен, давайте я пока запущу, тоже достаточно уже долго эта вся история работает. Смотрите, там есть колонка с именами. Там полные такие вот, зачастую, английские имена, четырехсоставные, пятисоставные, там написаны приставки мистер, мисс, еще кто-то там, еще кто-то там. Я лично понимаю, что мне такие слова, как мастер, мисс и прочие, они не дадут особой информации. В конце концов, информация о поле и возрасте у меня уже содержится. Я уже по ней предсказываю, их понятно, кому выдавали. Плюс они есть не у всех. Поэтому это те стоп-слова, которые, например, я хотел бы удалить. Например, вы анализируете Шекспира, и вам нужно явно удалить какой-то набор староанглийских стоп-слов. Например, «зи» и еще что-нибудь современное английский. Нужно удалить какие-нибудь артикли. Современные русские и слова-паразиты. Не знаю, что-нибудь еще такое, если это какой-нибудь записанный транскрипт за спикером. Соответственно, в этой ситуации мне понадобится сделать несколько шагов, и Spark некоторые из этих шагов предоставляет. Сразу хочу предупредить, недавно у Spark вышла полноценная NLP-библиотека, которая не является частью ML Spark. То есть не лежит в его составе. Она не лежит на Spark package, просто загуглите Spark NLP, и там прям огромная какая-то толпа. Но вообще, в целом, с анализом текста все достаточно грустно. То есть мы не имеем альтернативной возможности, там очень сложные алгоритмы. Поэтому нужно искать какие-то джавовские, скаловские, питоновские библиотеки, где для того языка, особенно над которым вы работаете, например, для русского языка, нет в Spark какого-то пакета, как анализировать русский язык. Вам, скорее всего, придется делать какие-то вещи сами, как делать сетемизацию, как усекать окончание, какую-то, если, не дай бог, вы морфологию синтакси захотите учитывать. Этого ничего нет. Все, что есть в базовом Spark, это возможность все это растащить на слова и построить стандартный мешок слов. То есть ничего более. Какой-нибудь вордкаунт, мешок слов и все. То есть для каких-нибудь простых задач, типа индексации документов и так далее. Но нам, в целом, и этого хватит. Знаете почему? Я подумал, когда смотрел на имена, следующие вещи. Я, на самом деле, не сталкивался, чтобы кеглеры именно к именам прицеплялись, а не больше к портам оплытия достижения. Это та фича, которую я не использовал. Там Саутгемптон, там, не знаю, Нью-Йорк. Да они все примерно в одном направлении плыли. Это не так интересно. Вот. Привязываясь к именам, я надеялся, что с именами будет определенная связь, например, с национальной принадлежностью, с религиозной принадлежностью. А в 912 году было очень опасно быть не англоговорящим на Титанике. То есть ты действительно в критической ситуации не мог понять, не мог прочитать, куда тебе идти, не мог понять стюарда, даже если он пытался тебя эвакуировать. Конечно, это было больше характерно для третьего класса. Но среди второго класса оказалось достаточно много неговорящих по-английски немцев, к примеру. Их доля, ну вот, собственно, я когда смотрел на эти имена, просто какой-то период, просто смотрел на имена. Доля погибших, например, немцев оказалась очень высока из второго класса. Больше, чем всех остальных, ну вот, товарищей второго класса. Он был немногочисленный, там было много вот отдыхающих из Германии, которые, видимо, не знаю, ехали в Майами или еще куда-нибудь, ну, в общем, куда-то дальше в Америку. И, соответственно, все, что я хочу сделать, это при помощи токенайзера растащить все это на имена, то есть имена, отдельные кусочки, удалив там пробелы и прочие знаки. После этого применить следующий трансформер, это удалить из списка соответствующие стоп-слова, которые я сам определил. пол, это, собственно, указатели на возраст, пол и распространенные короткие имена, которые, я честно не знаю, что значили. Я решил их дропнуть на всякий случай, самые популярные. А после этого я строю хешинг-тф модель. И в случае, если я беру достаточно большой параметр setNumFeatures, то есть я хочу произвести из имен достаточно длинный вектор, где будут стоять единички в тех местах, если имя встретилось. Например, мы составили список имен, их, например, 800. И вот если 799 имя встретилось, то я там поставлю единичку. Особенность этого алгоритма, в чем многие обманывают, если бы я у хешинг-тф поставил бы количество новых фич 2, а у меня 800 уникальных имен, он бы начал работать немножко иначе. Я бы даже сказал непредсказуемо. Поэтому до того, как вы используете хешинг-тф и tf и df модели, вы должны выяснить мощность множества слов, на котором вы это развертываете. Оно было меньше 1000, поэтому я поставил 1000 фичей. После этого все остальное то же самое. Единственное отличие в том, что я использую новую колонку name. В итоге у меня наступает очень интересный момент. Я натравил один вектор ассемблер, который у меня собирает числовые фичи. К ним я применил polynomial expansion, то есть бессмысленно перемножать нули и единицы из фич, связанных с именами. Ну и что я получу? Кучу нулей? Я их пока не трогаю. А после этого я завожу второй ассемблер, который соединяет числовые фичи только вот в этом месте. То есть у меня видите, как раздвоилась схема обучения. Уже такой мини-граф обучения получается. То есть у меня вот так вот все идет. Потом я отдельно учусь на числовых и много чего с ними делаю. Висят текстовые пока в дата-фрейме. А потом я их join и соединяю в новый вектор. И там числа, которые имеют отношение обычно в первой части к числовым фичам. И куча нулей и единиц, которые являются, по сути, бинарными признаками. Конечно, вектор получается гигантский. Я сейчас посмотрю, запускал я. Да, я запускал. Вектор получается гигантским. И PCA нам тут должен очень сильно помочь. То есть я натравливаю анализ главных компонент. Я выбираю уже, конечно, не 15, а, например, сотню. Это тоже достаточно трудоемкая операция. То есть я хочу захватить и много числовых фичей, и, по сути, те имена, которые больше всего влияли. Ну, то есть, по сути, каждая единичка – это бинарный признак, это наличие имени у человека. Есть оно такое имя человека или нет? По сути, я хочу захватить те имена, которые больше всего могли бы повлиять на результат. И такие имена есть. То есть мне помогло это. Я подхватил имена, и у меня, хоть и на том же самом множестве, мы все помним этот момент, тем не менее, даже здесь у меня уменьшилась тестовая ошибка. Тут, конечно, возникает момент. Вы должны сказать, Алексей, ну, шутки в сторону. Давайте уже, наконец-то, сплитовать. То есть у нас должно быть отдельно train и тест множество. Домашнее задание для всех – это взять исходный код и прогнать все это изначально по train и тест. Я сделаю это только для последней ситуации. Мне это нужно было, чтобы, скажем так, иллюстрировать определенным образом. Так. У меня примешиваются тут еще другие. С джебрейка еще остались примеры местами. Так. Секундочку. Соответственно, все, что я сделаю в самом начале, это я разделю исходное множество на тренировочное и тестовое. Давайте мы запустим. И, наконец-то, по-честному буду тренироваться на одних данных, да, спасибо, а предсказывать на других данных. Соответственно, в чем это будет отличие? Вот здесь вот у нас модель фитится на тренинге, а предсказания делаются на тестовом множестве. Еще раз покажу просто этот момент, где это происходит. То есть рандом-сплит я делаю в соотношении 70% на тренировочное множество, 30% на тестовое. Мне этого хватает. В принципе, сидом я зафиксировал там рандомчик для разделения. Все хорошо. И я, конечно же, их закешировал. Я раньше этого пока не делал, но примеры становятся все более громоздкими, пайплайны все более громоздкими. Даже этот небольшой датасет уже хочется где-то закешировать, потому что к нему уже будут происходить неоднократные обращения итерационных алгоритмов. В Spark это тоже очень важный момент. Давайте посмотрим на результат. Истинная в ситуации вот такого разбиения ошибка все-таки оказалась выше. Это 23%. И если ее применить ко всем предыдущим примерам, она тоже будет еще выше, начиная почти с 50%. То есть первые прогнозирования будут не отличаться от рандома. Вот с этим уже как-то можно работать. Но это еще не все. Мы уже приближаемся к финальным вещам. Я подумал, окей, но почему мы поставлены на произвол какого-то одного несчастного дерева, ну или какого-то одного несчастного КНН. А давайте мы запустим ансамбль моделей. Я думаю, вы все любите, когда у вас много деревьев растет. И в этом плане в Spark есть хорошая, отличная реализация рандом фореста. То есть я пытаюсь вырастить не одно, а как бы сразу 5, 10, 500 деревьев, которые друг от друга не сильно отличаются. И в сумме это выглядит примерно следующим образом. То есть вы имеете набор деревьев, ансамбль моделей, которые все по данным, которые подаются на вход, начинают голосовать. Как выборщики в избирательной системе США. Мы где-то там выбирали эти деревья, а теперь эти деревья голосуют за нас. И эти деревья решают, к какому, например, классу относится входной элемент – соокупность деревьев. Ну и результат, к примеру, каким-то образом усредняется. Это может быть среднее, это может быть максимум, разные стратегии. Но деревьев должно быть достаточно много. В этом плане, например, сгенерировать 3 дерева и дать им все это на откуп, как на картинке, или 4 дерева – это, конечно, недостаточно. Для меня эффективным оказалось увеличение до сотен деревьев. Однако, понятно, что увеличение до сотен деревьев, если бы мы еще особенно ничего не кэшировали, заставляло бы нас запускать все это чтение с диска, с парки все ленивое, с самого начала. Поэтому надо найти такую точку, особенно до того, как вы запускаете деревья, где все можно закэшировать. Я закэшировал только в самом начале. Можете поэкспериментировать и покэшировать после каких-то стадий. Например, конечно же, лучше всего кэшировать перед самой тренировкой, например, может быть еще раз, или еще что-нибудь такое. Так. Так. Секундочку. У меня закончилось… А, я не запустил random forest, простите. Да. Не каждый раз удается вспомнить, что нужно запустить. Мы немножко дальше пойдем. Соответственно, какие есть тут параметры? Параметры есть достаточно интересные, то есть здесь их побольше. Я, во-первых, могу указать максимальную глубину, но как и в случае с обычными decision trees, я предпочитаю ее выбрать побольше. То есть вот этот дефолтный уровень в глубину 5, он не совсем нам подходит. Бывает, что дерево должно стать немножко поглубже, а висячих вершин в нем должно стать поменьше, чтобы пространство фич эффективно побилось. И, соответственно, здесь я генерирую 200 деревьев. Это не значит, что в 200 раз будет медленней. Это не то же самое. Только последняя стадия может быть, условно говоря, в 200 раз более медлительной. Но вы можете сделать так, чтобы она была в 200 раз медленней, если сделать все плохо с точки зрения Spark. Соответственно, ничего не кешируя, делая это, например, в самом начале, как я и так далее. Итак, результат произошел. У нас немножечко улучшился процент с 0,23 до 0,21. И буквально последняя вещь, о которой расскажу до того, как закончится доклад, это кросс-валидация. Опять же, с этой техникой, я думаю, кто-то из вас знаком, кто не знаком. Я сейчас запущу пример. Он будет достаточно долго работать. Я расскажу, почему. И, на самом деле, пока этот пример будет течь, можно будет уже, наверное, начать задавать вопросы и уходить на перерыв. Предположим, у вас есть какие-то данные исходные. Вот мы их засплитовали. Вот есть тренировочное множество, есть тестовое. Берем тестовое, откладываем и забываем совершенно про него. Делим тренировочное множество, например, на несколько частей. Вот я делю на три части. Берем, сначала учимся на двух из них, проверяем на третьей части, запоминаем результат. Потом, как бы перемещаем ползунок, учимся на двух других частях, то есть исключаем другую треть, учимся на этих двух, проверяем снова на третьей части, запоминаем результат. Снова выкидываем третью часть, учимся на двух других, запоминаем результат. У нас получается как бы три прогона. Немножечко, может быть, отличающиеся результаты точности. Мы их усредняем, но усредняем для чего? Для того, чтобы понять, что вот эта модель с этими наборами параметров достаточно хороша. Но тогда вопрос, Алексей, но параметры же у тебя зафиксированы. Правильно, потому что я их еще не менял. И в Spark есть замечательная возможность, опять же, создать так называемый парамгрид. Это просто шикарная вещь, и она обычно идет вкупе с кросс-валидацией. Я уже не меняю алгоритмы, я не меняю и исходный пайплайн, ничего не добавляю. Но я решил найти оптимальные параметры алгоритмов и запустить это все вместе с кросс-валидацией, чтобы найти действительно оптимальный набор с точки зрения еще устойчивости, что он не только на этом биении тренинг-тест работает, но и на разных подразбиениях тоже будет работать. Для этого я завожу так называемый парамгрид и добавляю сюда через вот такие вот методы addGrid тот параметр, который я хочу потюнить. Например, это количество текстовых фич, которые я делаю 100 или 1000. Или это, например, в методе PCA главных компонент, сколько компонент я хочу искать, 10 или 100. Уже в этой ситуации у меня получается 4 варианта запуска. А я мог бы увеличить массив вариантов, то есть, например, перебирать 20 вариантов, 30, но мне жалко было вашего времени. Вы можете сами дома добавить варианты и найти более оптимальные параметры. Я специально сюда не добавил ни варианта стратегии для импьютера. Я тут закомментил их, чтобы можно было легко раскомментить, поработать. Ни полиномиал экспеншн, ни в конце концов число деревьев. То есть, я сам позапускал, нашел более-менее оптимальное число деревьев, чтобы улучшался прогноз и оставил. В итоге вы можете получить действительно многомерное пространство параметров, для каждого из которых будет осуществлен свой честный запуск. И представьте себе, сколько ресурсов это сожрет. То есть, в этом плане это очень трудоемкая операция. Но, в итоге вы получите действительно хорошую модель. Но, как получить эти оптимальные параметры? К сожалению, Spark не везде прекрасен. В Spark нельзя просто пойти в BestModel, которая тут доступна. Например, из кросс-валидации. Вот из этого кросс-валидатора, где все это связывается воедино. Пайплайн, эволюэйтор, парамгрид, количество кафолдов, на которые все разбивается. В этой ситуации, казалось бы, возьми BestModel и распечатай список параметров. Но нет, там просто пустое множество всегда лежит. Это безумно бесит. Но, если, опять же, покопаться, то здесь есть у меня длинный способ в коде, где я привожу эту лучшую модель к модели типа Пайплайн, достаю из нее конкретный стейдж, который я хотел потюнить. Из этого стейджа я его привожу к конкретной модели. И после этого уже получаю через Getter результат оптимального параметра. Конечно, не самый быстрый путь, не самый лучший. Но, опять же, не все про него знают. Я советую вам таким образом распечатать оптимальные результаты. Давайте посмотрим, на что получилось. Ну, результат-то не улучшился, потому что я сразу выбирал оптимальные параметры в предыдущем предсказании. То есть это действительно количество фич 1000, а не 100. Это количество компонент 100, а не 10. И в этой плане то же самое предсказание у модели. Все. И я все закончил вовремя. Всем спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ